Я хочу обратиться к войне между Израилем и Хамасом в секторе Газа. Как вы относитесь к этой войне? Я думаю, когда вы называете это войной, вы оказываете неуважение людям, которым оторвало конечности, с помощью самого современного технологического оружия на планете. Это геноцид, и это отвратительно. И не имеет значения, на какой стороне политического спектра вы находитесь. Когда вы наблюдаете геноцид перед своими глазами, вам должно быть отвратительно. Какая сторона осуществляет геноцид? Израильтяне осуществляют геноцид палестинцев, и вы знаете, это не хуже всех. Я не знаю этого. Что ж, тогда похоже, что ваше начальство не позволяет вам это знать. Что вы думаете о том, что Хамас сделал 7 октября? Почему вы начинаете рассказ с середины? Я не делал этого, я только спросил вас о войне, теперь спрашиваю про Хамас. Я не могу профессионально ответить на этот вопрос, не упомянув контекст, который привел к 7 октября. Что ж, на мой взгляд, ничто не оправдывает то, что произошло 7 октября. Ничто не оправдывает то, что произошло до 7 октября. Пирс, это самое важное. Вы разговариваете с мужчиной, и я не знаю, как его ответы вы от меня ожидаете. Потому что, давайте забудем тот факт, что я мусульманин. Вы разговариваете с человеком, который борется с угнетением в меру своих сил. Потому что он считает, что люди, управляющие этим миром, поработили нас всех до такой степени, что я наношу вред собственной жизни. Я попал в тюремную камеру, потому что я выступаю против угнетения. И теперь вы спрашиваете меня, что бы я сделал, если бы моя семья была убита бомбами. Вы спрашиваете меня, что бы я сделал, если бы пришло другое правительство и разорвало бы мою семью на части. Вас посадили в тюрьму не из-за того, что вы выступали против угнетения. Абсолютно так и было. Этого не было, потому что вас поместили в тюрьму, потому что вас обвинили в серьезных сексуальных преступлениях. Меня бы не обвинили, если бы я не добился колоссального успеха в высказывании правды. Позвольте мне спросить вас еще раз. Это простой вопрос. Некоторые люди могут ответить на этот вопрос сразу, в том числе про палестинские люди, которые были в моей программе. Многие очень быстро отвечают абсолютно. Считаете ли вы, что ХАМАС является террористической организацией? Это очень интересный вопрос. Но я думаю, что вы занимаетесь раздуванием нелепостей. Просто ответь на вопрос. Может ли кто-нибудь оказать мне услугу? Погуглите «раздувание нелепостей». Выясните, что это значит. Я знаю, что это значит. Если нет, убедитесь, что он добавлен в веб-стор сверху. Хорошо, они террористическая группа. Вы раздуваете нелепости, и я скажу вам, почему, Пирс. Нет, я не занимаюсь. Конечно же, занимаетесь. Я скажу вам, почему я спросил. Потому что Великобритания, где вы находитесь, называет ХАМАС террористом. Но они также меня назвали, как опасного для школьников. Позвольте мне кое-что объяснить вам, Пирс. Если бы я сидел здесь и сказал «Воровство – это плохо», и вы бы сказали «да». И я бы сказал «А что, если человек ворует, чтобы прокормить свою семью, а если он этого не сделает, его семья умрет?» Это все еще неправильно? Вы пытаетесь взять тонкий и сложный аргумент и свести его к одному предложению. И это провал. Я не делаю этого. Вы пытаетесь приравнять воровство к банде террористов, которые прорвались через границу и идущие к мирным... Разве не это сделал Израиль? Подожди минуту. Разве не толпа террористов ворвалась в газу и начала убивать людей? Подожди минуту, дай мне закончить. Они пересекли границу 7 октября. О, 7 октября. И начали убивать молодых людей на фестивале. Убивали семьи в их домах, в кибутах, поджигая их, отрубая им головы, убивая младенцев. О, убийца младенцев, это правда. Хорошо. А дети были привиты? Почему ты легкомысленен? Я не легкомысленен. Я не нахожу это забавным. Нет, то, что я хочу сказать, что смил гуд. Это во-первых. Во-вторых, я могу спрашивать тебя о разных вещах одновременно, верно? Поэтому, прежде всего, я спрашиваю конкретно, как вы отреагировали на то, что произошло 7 октября. Конечно. Я профессионально отвечу вам на вопрос. Я не одобряю гибель людей с обеих сторон. Я думаю, что любой, кто делает что-либо, что причиняет прямой вред гражданскому населению, отвратительный и мерзкий. Однако я был бы дилетантом, если бы я сидел и притворялся, что я не понимаю мотивов обеих сторон. И я даже не принимаю чьей-либо сторону. Я понимаю, почему Израиль делает то, что делает. И я понимаю, почему Палестина делает то, что делает. Однако я по-прежнему называю действия Израиля абсолютно отвратительными и геноцидом. Хорошо, мы еще вернемся к действиям Израиля. Я обещаю тебе. Я задам этот вопрос специально. Но что касается действий Хамаса 7 октября, признаете ли вы, что это был террористический акт? Это интересный вопрос, потому что... Не совсем. Он и есть. Потому что вы тот человек, который назвал бы Нельсена Манделу террористом, пока он еще был в тюрьме. А террорист для одного человека является борцом за свободу для другого человека. Я бы не сказал этого. Нет, сказал бы. Но чтобы я ответил на этот вопрос, мне нужно быть очень профессиональным, Пирс. Для меня, сидящего снаружи, в Румынии, не имеющего прямого отношения к Израилю и Палестине, мне легко сказать, да, это был террористический акт. Однако, если бы я был в Газе, если бы я жил в тюрьме под открытым небом, если бы моя семья была уничтожена бомбами с неба, если бы все, кого я знал, пережили потерю близкого человека, если бы у меня не было никаких шансов на свободу, демократию или нормальную жизнь, поверил бы я, что это был акт террора? Или бы я поверил, что это акт сопротивления угнетению? Вы должны быть очень осторожны, отвечая на эти вопросы. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Так что ты думаешь? Я думаю, я понимаю, что происходит, когда вы берете людей и помещаете их в такие нечеловеческие условия. Чтобы кто-то сидел и говорил, что вы собираетесь взять людей, а затем поместить их в абсолютно нечеловеческие условия, и не давать им никаких условий для жизни. И сверх этого им не разрешено никогда сопротивляться. Иначе они террористы. Я могу согласиться с вами, любой, кто говорит, что это нормальный дилетант. Я могу согласиться с вами, что тяжелое положение палестинцев на протяжении многих десятилетий было абсолютно позорным. И что же, по вашему мнению, должно было произойти? Ничто не оправдывает то, что произошло в октябре. Так что же им нужно было делать? Ничего. Что им нужно было делать? Это был акт средневекового варварского терроризма. Ничто не оправдывает это. Страдали ли они до этой даты от актов варварского терроризма? Да, и, к сожалению, в этом мире ока за ока. Я не одобряю. Я отвечаю как профессионал. Но я хочу спросить вас еще раз, является ли то, что сделал Хамас 7 октября террористическим актом? Я думаю, Пирс, что вы торгуете нелепостями. Ты говоришь, как Джереми Корбин. Нет, позвольте мне ответить на вопрос. Пятнадцать раз он отказался отвечать на вопрос. Позвольте мне ответить на вопрос. Вы сейчас запутываете меня. Являются ли они террористической группой или нет? Борцы за свободу одной команды, и их считают террористами в другой. Что вы думаете? Я думаю, что если запереть людей в тюрьме под открытым небом и украсть их землю, они примут ответные меры. То есть они не террористическая группа. Я думаю, они будут мстить. Они не террористическая группа. Террористы для одной команды. Бори за свободу для другой. Уже восьмой раз. Они террористическая группа. Только Джереми Корбин сделал это. Сделал что? Отказался отвечать на вопрос. Я думаю, то, что они делают, похоже, рассматривается людьми с одной стороны как акт террора. Поскольку террористы... Что за ласковые слова? Это не ласковые слова. Конечно, израильтяне считают, что они террористическая группа. И, конечно же, палестинцы думают, что они борцы за свободу. Думаю, это очень глупый вопрос. Большая часть цивилизованного мира думает, что это террористическая группа, совершившая акт террора. Я думаю, что если Израиль продолжит совершать акты террора против палестинского народа, они будут отвечать так же. Это другой разговор по поводу ответа Израиля. Но прежде чем я вернусь к этому еще раз, является ли Хамас террористической группой, совершившей террористический акт? Я думаю, когда вы заперете людей в тюрьме под открытым небом, вам нужно ожидать возмездия. Позвольте мне ответить на вопрос в последний раз. Я реалист. И как реалист, вы приходите к выводу, что не нужно навешивать ярлыки и делить их на хороших и плохих парней. Мир не черно-белый. Хамас плохие парни. Нет, мир не черно-белый. На самом деле мир очень серый. Любой, кто сидит и говорит, что это явно плохой парень, а это явно хороший парень, тот не понимает, как устроен мир. И как реалист, вы смотрите на сценарии и понимаете, почему они происходят. Насколько они прискорбны. Насколько прискорбны человеческие жертвы. Как гибнут мирные жители с обеих сторон. Как умирают невинные в шахматной партии, разыгрываемые элитами с обеих сторон. С обеих сторон. У вас есть невинные люди, которые даже не голосовали за человека, принимающего решения, который обеспечивает их смерть, подписывает им смертные приговоры. Это прискорбно с обеих сторон. Но послушайте, сэр, вы бы не стали выступать за то, чтобы Россия делала с Украиной то же, что Израиль делала с Палестиной. Вы бы не стали. Россия поступает именно так. Россия не сделала ничего из того, что Израиль сделала с Палестиной. А Россия незаконно вторглась в суверенную демократическую страну и совершила варварство, пытаясь захватить как можно большую часть Украины, бомбя родильные дома, убивая невинно женщин и детей. Позвольте мне задать вам вопрос, Пирс. Позвольте мне задать вам вопрос, потому что я хочу понять вашу точку зрения. На самом деле, это мое интервью. Да, но ты пытался понять мое, а я просто хочу понять твою точку зрения. Если бы я верил, или если бы Израиль верил, что один из людей в вашем доме был террористом и решил разрушить весь ваш дом и убить всю вашу семью, а затем бы сели и сказали, ну, может быть, внутри действительно был террорист, поэтому я просто приму это, или вы были бы в ярости. Честный вопрос. Я не думаю, что можно принять ответ отдельного человека. Это огромная группа отдельных людей в Газе. Это люди, личности с мыслями, мечтами и стремлениями, которых уничтожают. 15-летние девочки остаются без ног, потому что товарищи по круизу так решили. Это отдельные люди, это не скоты. Теперь вы не согласитесь ни с тем, что они делают, потому что вы даже не можете отнести их к террористической группе. Нет, причина, по которой я с ними не согласен, заключается в том, что я человек-пирс. И, пожалуйста, позвольте мне ответить, без перебивания. Вы не ответили на мой предыдущий вопрос, потому что вы знали, что вы не можете ответить, не доказав мою точку зрения. Вопрос о том, что если они решат запустить крылатую ракету в ваш дом, потому что они думают, что кто-то внутри может быть террористом, вы не смиритесь с потерей вашей семьи, которую вы вырастили. Конечно, нет. Абсолютно. Итак, позвольте мне ответить на этот вопрос как профессионал. Что забавно, я гуманист. Я говорю об этом с точки зрения человечности. Верно. И, как я уже сказал, вы разговаривали с людьми более осведомленными в деталях, чем я. Послушайте меня очень внимательно. Я думал, мы живем в демократическом обществе. Вы только что сказали, что 35 тысяч чередистов Хамаса. И вот, что меня больше всего расстраивает. Это меня искренне расстраивает. Израильская разведка говорит, что этот парень террорист Хамаса. А был ли этот человек привлечен к суду? Был ли демократический процесс? Было ли доказано, что он террорист? Нет, они просто решили, исходя из своих разведданных. Потому что они не смогли увидеть вторжение, приближающееся со расстояния в сотни миль. Так что их разведка на самом деле не очень хорошая. Итак, их разведка решила, что этот человек может быть террористом. Без всякого суда и следствия, и без какого-либо демократического процесса. Из-за этого они просто решили вместе с ним уничтожить всех мирных жителей. И сказать, это всего лишь побочный ущерб. И никого это не должно волновать. Это против гуманизма. И это отвратительно. И любой человек на Западе, который выступает за это, является лицемером. Потому что если бы это было обращено против них, если бы американская правительство сказала, «Мы думаем, что человек в торговом центре, один из людей, с которыми вы делали покупки в торговом центре, мог совершить преступление». Мы, конечно, не проверяли, но мы думаем, что он мог это сделать. Поэтому мы убили всю вашу семью. Просто смиритесь с этим. Это клоун и лицемер. Чего вы ожидаете от взрослых мужчин в ответ? Что вы ожидаете от взрослых мужчин, когда вы убиваете их семьи и оставляете их запертыми в открытой тюрьме? Позволь мне возразить. В последний раз еврейский народ столкнулся с угрозой выживания во время Второй мировой войны. Нацисты, которые хотели захватить мир и убить каждого еврея. В конечном итоге, нацисты были побеждены Уинстоном Черчиллем, возглавившим союзников. А Уинстон Черчилль в процессе победы над нацистами убил множество невинных немецких гражданских лиц. Как ты думаешь, это было оправдано? Позвольте мне задать вопрос. Я задал вопрос, было ли это оправдано. Сэр, я верю, и позвольте мне уложить это в своей голове. Да, подумай об этом. Нет, мне не нужно думать о вашем вопросе. Я считаю, что нацисты, которые были явно отвратительными, и я не пропагандирую ничего из того, что они делают. Они отвратительны. И я рад, что мы их победили. Были ли они террористами? Да, они были. Верно. Поэтому я считаю, что... То есть, когда вы убиваете евреев, вы террорист? За исключением случаев, когда вы делаете это в Израиле? Когда вы пытаетесь устроить геноцид населения, потому что вы не хотите, чтобы оно было на земле, которую вы называете своей, тогда вы террорист. Именно то, что сделал Хамас в октябре. Именно то, что делал Израиль до этого. Итак, вы буквально только что описали, что сделал Хамас. Вы только что описали то, что делал Израиль. Пока мы говорим, они пытаются устроить геноцид палестинцев. Об этом я и говорю. Нет, подожди. Ты считаешь Израиль террористами? Я считаю, что то, что они делают сейчас, непропорционально и геноцид. Это терроризм? Это геноцид, так что я думаю, что это и есть терроризм. Они террористы, потому что ответили на акт террора. Но люди, совершившие акт, не являются террористами. То, как они ответили на это? Вы видите проблему в этом аргументе? Нет. Правда? То, что они сделали сейчас, это был ответ. Они убили полторы тысячи человек. И то, как они это сделали, это не террористический акт со стороны террористов, а ответ людей? Примерно так же отреагировали союзники. Когда видели Вторую мировую войну, и то, что сделали нацисты, судя по всему, это единственный акт террора. Разве вы не говорили, что на данный момент израильчане убили 12 тысяч человек? Да. Я видел видео, где 15-летняя девочка без ног умоляла о смерти. Она умоляла о смерти. Говоря, что у меня нет будущего. Моих родителей больше нет. И у меня нет ног. Это ужасно. Нет, вы лишь говорите так. Вы говорите о цифрах и статистике. И говорите, что несколько человек были пойманы. Вы не думаете о жителях Газы. И не думайте о мусульманах и палестинцах, как об отдельных людях. О, да, я думаю. Нет, нет. Потому что если бы вы думали, то вы бы не говорили. Не говорите так обо мне. Хорошо. Но не надо смотреть на них, как на цифры. Они не цифры, они люди. Нет, я уже много лет говорю о тяжелом положении палестинского народа. Я думаю, это возмутительно, что Израиль имеет такой контроль над их водой, едой, топливом. И другой энергии и так далее. Это интересно. Если бы вы были в Газе, как мужчины из Газы, мужского боевого возраста, и вы верите в эти вещи, в которые вы сейчас верите, что бы вы сделали в этой ситуации? Я просто спрашиваю. Знаешь что? Ничего не оправдывает терроризм. Я не говорил про оправдание терроризма. Я спрашиваю, что бы вы сделали. Нет, я понимаю, почему люди в Палестине чувствуют себя угнетенными. Я понимаю, почему они хотят свободы. Я понимаю, почему они хотят таких же прав, как и жители Израиля. Тогда вот идеальный вариант. Вариант, с которым мы согласны. Абсолютно. Но ничто не оправдывает то, что произошло в октябре. Но здесь мы не согласны, Пирс. Потому что как профессионалы, когда мы оба согласны с тем, что людей внутри газа угнетают, что их жизням наносится ущерб, и что у них нет возможности выбраться оттуда, мы как профессионалы. Поэтому я понимаю, что скороварки взрываются. Вы же притворяетесь, что они не должны этого делать. Вы говорите, что они никогда не должны взрываться. Ничего плохого не должно случиться. Что вам просто можно позволить подчинять их себе на долгие годы, и ничего не произойдет. Я же реалист, который это понимает. Скороварки взрываются. Нет, это не так. И это происходит. Нужное решение проблемы, иначе это продолжит происходить. Вы не реалист. Потому что на самом деле вы не признаете, что то, что они сделали 7 октября, было террористическим актом. Вы этого не примете. Вы думаете, что на самом деле они борцы за свободу, оказывающие сопротивление? А я говорю, что это смешно и стыдно. В этом разница между нами. Я знаю, что скороварки взрываются, Пирс. Верно. То есть ты думаешь, что это совершенно разумно, что там произошло? Я не думаю, что это разумно. Я думаю, что это позор. Я думаю, это позор. Только позор? Я думаю, это позор, что мы сейчас живем в мире, где люди вынуждены совершать самоубийство, чтобы попытаться бороться за свободу для своих семей, если она у них еще осталась. Потому что они все покончили жизнь самоубийством. Те люди, которые это сделали. Ну, Хамас. У них даже не было шансов выжить. Потому что они верят, что они станут мучениками и идут к лучшей жизни. Этих людей унитали до такой степени, что их семьи мертвы, и им нет для чего жить. Я считаю, что это позор. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Я хотел бы порекомендовать вам очень хороший YouTube-канал под названием «Поистине». На нем наши братья делают хороший политический анализ, обозревают и делают комментарии на важные события. Братья и сестры, давайте вместе поможем их каналу развиться. В этом, иншаллах, будет благо для нашей уммы. Прошу, подпишитесь на канал «Поистине». Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Продолжение следует...